В этом видео хочу поговорить про гороскоп. Вот вы когда-нибудь думали, какой лохотрон был самым масштабным? То есть тот, в который поверило больше всего людей. Я вот тоже сидел и задумывался над этим вопросом. Возможно, Ванга, которая являлась первой в истории профессиональной шарлатанкой, которая спонсировалась государством. Подробное разоблачение на Вангу уже делал канал Утопия Шоу, можете ознакомиться. Или, возможно, финансовая пирамида МММ, в которую вложилось две трети населения России. Или, возможно, какие-нибудь телевизионные шоу по типу Битвы Экстрасенсов, которые до сих пор смотрят миллионы людей и верят всему тому бреду, который там происходит. Но я, знаете ли, так еще посидел, подумал и понял, что существует настолько бредовая и антинаучная вещь, как гороскоп, в который до сих пор верят просто миллионы людей по всему миру. И я еще ничего не говорю про тех людей, которые так, ради прикола, читают гороскоп на сегодняшний день. Но есть же и настолько отбитые супостаты, которые верят всему, что написано в гороскопе, которые у всяких шарлатанов покупают прогнозы. Да я вам даже больше скажу, это порой доходит до такого маразма, что вот, например, когда я раньше сидел на баду и знакомился с девчонками, многие из них на полном серьезе отказывались со мной знакомиться, потому что якобы у нас несовместимость по знаку зодиака. Или вот еще можете посмотреть на один экземпляр. Дорогие друзья, добрый день всем. Меня зовут Евгений Волоконцев, и я с радостью хочу представить вам телефонное приложение, которое называется Sky Calendar. Я профессиональный астролог, мой опыт в астрологии более 20 лет. Я веду семинары, вебинары. У вас на глазах поехавший шарлатан, который, возможно, даже верит во всю ту чушь, которую он несет. Это проект Sky Calendar, который на бомбстартере собрал уже больше четверти миллиона рублей. И спонсирует его необразованные супостаты, которые верят в гороскопы. Я искренне убежден, что дураков уже ничего не вылечат, но я думаю, мне удастся спасти тех, кому еще не успели промыть мозги. Когда-то давно, когда люди были еще необразованные пещерные приматы, и никакой науки еще в принципе не существовало, то все природные явления, такие как дождь, гроза, как восходы и заходы солнца, нельзя было объяснить с научной точки зрения. Но сейчас у нас на дворе 21 век есть ученые, технологии, но долбоящеры, которые верят во всякую антинаучную ересь, до сих пор остались. Что ж, давайте я вам объясню, откуда вообще появились знаки зодиака, и каким таким хитрым способом работает гороскоп, что до сих пор миллионы необразованных людей в него верят. Что ж, начнем мы издалека. Солнце всегда было важным фактором жизни людей на Земле. Без него ничего не растет, да и жизни бы в принципе не было. Разумеется, австралопятыки молились всем богам, чтобы солнышко вернулось снова после заката. Но в средние века люди уже научились понимать, что есть восходы и закаты, и что Земля крутится вокруг Солнца. И по расположению звезд можно примерно понять, в каком положении находится сейчас Земля. И для удобства, чтобы понимать, где находятся какие звезды, были придуманы вот эти самые созвездия. Было это сделано только, чтобы не запутаться, потому что по факту эти звезды на свои образы даже не похожи. Все эти созвездия это просто кракозябры. Потому что по факту из звезд можно даже кусок говна нарисовать и будет похоже. Но это уже все зависит от вашей фантазии. Нам остается только гадать, почему же все эти созвездия называются Тельцы, Водолеи, Весы, когда по факту они и на какие-то другие предметы тоже могут быть похожи. Но скорее всего это можно обосновать тем, что люди олицетворяли звезды с тем, что в то время для них было действительно важно. Например, какие-то животные по типу Лев или Телец, или какие-нибудь предметы по типу Весов, или, например, какие-нибудь профессии, как Водолей. Ну, в общем, это было чисто мое предположение, почему созвездия так называются, нам остается только гадать. Это крест Зодиака, один из древнейших символов в истории человека. Он показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. А также он отражает 12 месяцев, 4 времени года, дни солнцестояния и равноденствия. Слово «Зодиак» по-гречески «круг животных» возникло от того, что созвездия связывались с образами зверей и людей. Другими словами, древние цивилизации следили не только за Солнцем и звездами, но и персонифицировали их в мифы, объясняющие их передвижение. Только и всего, но появились мудаки, которые считают, что расположение звезд как-то влияет на твою жизнь. И поназапиливали кучу сайтов, где по гороскопу можно как-то узнать твой характер, совместимость с противоположным полом, какие-то твои привычки. А также гороскоп может предсказать твое будущее, например, когда ты добьешься успеха, когда ты встретишь свою вторую половинку и прочий абсолютно антинаучный бред. Но объяснить вам одну простую истину, а именно почему люди во все это верят. Сейчас я вам наглядно это все объясню. Вот смотрите, я по гороскопу телец. Давайте вместе с вами почитаем особенности моего характера. В целом, телца можно описать как доброго и умного мужчину, использующего для реализации своих начинаний только собственную силу и возможности. На самом деле, хоть и кажется, что я токсичный, но в жизни я довольно добрый. Я действительно, когда начинаю чем-то заниматься, чтобы чего-то там добиться, я полагаюсь только на себя, а не на кого-то другого. Поэтому это про меня. Обычно он терпелив и спокоен. Но это не совсем про меня. Меня бывает могут выбесить вообще самые простые вещи. Но в целом я согласен. Но когда выдержке телца приходит конец, вы рискуете столкнуться с разъяренным быком. Его гнев бурный, но недолгий. Но это правда. Когда у меня терпение лопается, это начинается пиздец. Присущее этому знаку упрямство можно расценивать одновременно как положительное и отрицательное качество. Если такой мужчина с упорством быка добивается семейного благополучия, это несомненный плюс. Если упрямый потворствует дурным привычкам, безусловный минус. То, что я упрямый, это правда. Давайте почитаем еще про недостатки. Скупость. Типичного телца нельзя назвать законченным скупердяем. Он расчетлив и расходует деньги с умом. В определенных ситуациях бережливость полезна. Главное, чтобы она не переходила разумные границы. Слушайте, ну по сути это так и есть. Я действительно не особо-то и жадный, я довольно щедрый человек. То есть я помогаю людям, если им нужна помощь. Но все свои деньги я действительно расходую с умом и никогда их не трачу на всякую фигню. Так выходит, какой же мы можем сделать с вами вывод? Что гороскоп действительно работает. И действительно, по расположению звезд на небе можно узнать характер человека. Давайте зададим такой же вопрос другому человеку. Здорово, вот скажи мне, кто ты по знаку Зодиака? Привет, слушай, ну я по знаку Зодиака Водолей. Хорошо, давай проведем эксперимент небольшой. Я тебе сейчас зачитаю твои характеристики по знаку Зодиака, а ты скажешь, похоже это на тебя или нет. Да, погнали. Начнем. Мужчина-водолей воплощает в себя прагматичность, надежность и стабильность. Практичный водолей твердо стоит на ногах. Он живет в реальном мире, не предаваясь беспочвенным фантазиям и иллюзиям. Это трезвый аналитик, умеющий подчинять эмоции голосу холодного рассудка. Мужчина-водолей отличается дисциплинированностью, он не ждет подарков от судьбы и знает, что удача улыбается лишь трудолюбивым людям. Слушай, есть пару моментов, где я не согласен, но в целом подходит. Особенно про аналитический склад у Майли трезвый взгляд на ситуацию. Я действительно очень прагматичен, всегда все анализирую, чего и вам советую. А еще, исходя даже из этой информации, я не являюсь фантазером, о чем и говорится в гороскопе. Похоже, да? А теперь обломись, я тебе читал про мужчин-козерогов. Вот это поворот! Я думаю, вы уже примерно начали понимать, как это работает. Каждый гороскоп расписывает какие-то общие черты характера, которые могут подойти любому человеку. Причем, какой бы ни был психотип у этого самого человека. Когда человек это читает, он видит, как я уже сказал, общие черты и пытается эти черты характера приписать к себе. То есть, по факту, практически занимается самовнушением. Так как все люди в разных ситуациях могут вести себя абсолютно по-разному. И невозможно под какого-то человека составить определенный психотип. Потому что в зависимости от обстоятельств, характер людей в течение жизни может меняться. Человек, например, мог в школе быть забитым ботаником, а вырасти и стать альфа-самцом. Ну это я так говорю образно. И таких примеров, кстати, не один десяток. И вы, наверное, заметили, что в большинстве характеристик по гороскопу больше пишутся достоинства, нежели недостатки. А те недостатки, которые там расписаны, это те, которые относятся к любому человеку. То есть, каждый человек в некоторой степени эгоист, в некоторой степени лицемер, в некоторой степени жадный и так далее. Это все наши природные недостатки, которые свойственны любому человеку. И психология так работает, что если человек верит во все эти гороскопы и читает свою характеристику, то он верит во все это только потому, что ему хочется в это верить. Например, написано, что козероги целеустремленные. А, извините, а кто из вас не целеустремленный? Никто же из вас про себя не скажет, что я ленивая жопа, валяющаяся на диване, и мне ничего делать не хочется. Разумеется, все мы целеустремленные. Или, допустим, написано, что тельцы довольно спокойные и терпеливые. Извиняюсь, а кто из нас неспокойный и нетерпеливый? Нет, я не спорю. Конечно же, есть люди, которые часто психуют. Потому что каждый человек в какой-то мере спокойный и уравновешенный. А те, кто неспокойный и неуравновешенный, те уже давно лежат в психиатрической больнице. Абсолютно то же самое можно сказать и про недостатки. Каждый человек в меру эгоист. И каждый человек в меру думает только о себе. Также, допустим, каждый человек в меру жадный. Я думаю, не каждый из вас будет разбрасываться деньгами направо и налево, сколько бы денег у него не было. Поэтому все эти недостатки в большей или меньшей мере относятся к любому человеку. Человек видит в этих гороскопах то, что он хочет видеть. И таким образом, когда он все это читает, Он пытается отнести это к себе Кстати, абсолютно по той же схеме работают прогнозы по гороскопу Давайте прям сейчас прочитаем мой прогноз на завтра Подходящий день для того, чтобы поделиться своими идеями Постараться найти единомышленников и союзников Не исключено, что вам предложат принять участие в работе над какими-то интересными проектами Тут можно соглашаться без долгих раздумий И у вас все получится Если возникнут какие-то трудности, старые знакомые с удовольствием вам помогут Вероятно, удачные сделки, денежные поступления Это благоприятный день для домашних дел Можно покупать полезные вещи, например, мебель, бытовую технику А также избавляться от всего ненужного Вопрос, что здесь написано такого, что не относится к абсолютно любому взрослому человеку? Вот подумайте, каждый взрослый человек каждый день ходит на работу Каждый день у них на работе происходят какие-то новости Также каждый день у человека происходят какие-то трудности Например, что-то не получается у тебя на работе, коллеги тебе помогут Или, допустим, встал ты рано утром и поссал мимо унитаза, это тоже трудность Или, допустим, каждый день, когда я куда-то езжу на машине, у меня проблемы с тем, чтобы найти парковочное место Это тоже трудность Трудность То же самое соотносится и с какими-то приятными вещами Похвалил тебя начальник на работе, приятно Жена дома приготовила вкусный ужин, приятно Точно таким же образом работает и любовная совместимость по знаком зодиака Например, давайте почитаем совместимость мужчина-телец и женщина-водолей Основная ценность пары телец-водолей – взаимное уважение Эти двое, безусловно, осознают, что сильно отличаются друг от друга характерами Но бережное отношение к партнеру помогает прочно соединить две отдельные половинки в одно целое Несмотря на трепетные отношения, они умудряются держать нужную дистанцию, которую дает каждому необходимое личное пространство Можно вопрос, что тут написано такого особенного, чего не нужно придерживаться, чтобы построить гармоничные отношения между любым мужчиной и любой женщиной В любых отношениях нужно взаимное уважение И всегда женщина и мужчина будут отличаться характерами, так как это просто два противоположных пола Просто у женщины больше развит эмоциональный фон на природном уровне И, наверное, понятное дело, что чтобы между мужчиной и женщиной были гармоничные отношения Нужно трепетно относиться друг к другу и искать во всем компромисс И таким образом мы с вами выяснили, что во всех этих гороскопах нет абсолютно никакой конкретики Давайте разберемся в главном вопросе, почему же до сих пор так много людей во все это верят Я не буду говорить за остальной мир, так как я не знаю, какое там к этому отношение Я поговорю именно про Россию Так уж сложилось, что в России не самый высокий уровень жизни И у большинства населения нашей страны жизнь довольно тяжелая И многие люди, попросту не зная, как изменить свою жизнь к лучшему Начинают верить в то, что их судьба предопределена какими-то высшими силами И верят в то, что вот когда-то в будущем их жизнь наладится, но не сейчас И эти люди от отчаяния готовы поверить во все, что угодно В гадалок, в экстрасенсов, в гороскоп Именно по этой причине в послевоенные годы были очень популярны гадалки Самой популярной из которых была всеми известная Ванга Люди теряли на войне своих родственников Многие из них были пропавшими без вести И поэтому, когда не было каких-то реальных способов узнать, что с их родственниками и где они вообще Люди от отчаяния шли к гадалкам И верили абсолютно всему, что они им говорили Думаю, аналогию вы поняли Что тут хочу сказать по итогу Запомните, ни одно положение звезд на небе, ни одна высшая сила Не укажет вам вашу судьбу Ваша судьба только в ваших руках Подумайте сами, если вы сегодня, например, устроитесь на работу То через месяц у вас будут деньги А если вы сегодня не устроитесь на работу Завтра не устроитесь, то денег через месяц у вас не будет Что ж, а на этом у меня все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И обязательно жмякайте на колокольцы, чтобы не пропустить мои следующие видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!